А в День защиты детей у дружин юных пожарных появились свои помощники. Дашкалята будут проводить просветительскую работу и участвовать в профилактических мероприятиях. Ребята из старшей группы детского сада номер 27 торжественно вступают в ряды юных помощников пожарных дружин. У отряда «Искорка» есть уже все необходимые атрибуты. И форма, и девиз, и даже собственное знамя. Принимая на себя новые обязанности, ребята произносят торжественную клятву. Для принятия их клятвы стоять смирно. Мы, воспитанники детского сада, вступая в детскую организацию юных помощников пожарных дружин, торжественно клянемся дорожить честью и званием члена отряда ЮППДФ. Всегда приходить на помощь всем тем, кому трудно. Клянемся! Поздравить дошколят с новым статусом пришли глава Азбеста Наталья Тихонова, заместитель начальника отдела надзорной деятельности Дмитрий Зайков и начальник управления образованием Светлана Валеева. Высокие гости вручают значки юным помощникам пожарных дружин. Как рассказывает заведующий детским садом номер 27 Ольга Герасимова, идея отряда юных помощников пожарных дружин появилась по инициативе местного отделения надзорной деятельности и была поддержана управлением образованием Азбеста. Сегодня день защиты детей. И не зря именно сегодня вот это знаковое событие происходит именно в день защиты детей. Самое главное, чтобы наши ребятки были здоровыми, было мирное небо над головой, а мы уже с вами все вместе создадим условия безопасные для наших ребятишек. И самое главное, наши ребята не попадут никогда в беду. Дошкалят поздравили отряд Дю Паганек из школы 24, студенты Азбестовского политехникума и заместитель начальника 59-го отряда пожарно-спасательной части Павел Гласов. Хочу также сказать, чтобы свои знания, которые вы получите здесь, передавали другим по правилам пожарной безопасности, чтобы были всегда смелыми, здоровыми, храбрыми, чтобы было у вас все хорошо. Это, как у нас говорят, сухих рукавов. Глава Азбеста Наталья Тихонова подчеркнула, что это мероприятие не только напоминает о том, что мы заботимся о безопасности наших детей, но и учит подрастающее поколение ответственности. В первую очередь воспитываем в детях понимание, что ответственность за свою жизнь, за свое здоровье, своих друзей несет сам ребенок. Вот это вот очень серьезный такой педагогический и технологический подход в решении более значимых вопросов, которые связаны, как мы сегодня сказали, и с пожарной безопасностью. Инициатива замечательная. Я думаю, что и другие дошкольные образовательные организации вот такие программы, такие подходы в воспитании наших детей примут и, наверное, внесут какие-то новые интересные формы. Праздник завершился на улице, где воспитанники детского сада смогли ближе познакомиться с пожарной машиной и даже сфотографироваться в кабине служебного автомобиля. Татьяна Мильникова, Владимир Денисов. Новости АТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова